Вторая серия проекта, посвященная 20-летию нашей Церкви, будет называться 4 года подготовки. В этой серии мы узнаем, как пройти за 4 года от зависимого человека до пастора, кто оказал помощь в становлении Сергея Синокосова как наставника, на кого пастор равняется, обо всем этом в этой серии. Я родился в 2004 году. Покаялся ты в 98-м, церковь началась в 2002-м. Что было в период от 98-го до 2002-го? Почему только в 2002-м началась церковь? Ну, я называю это время подготовки. В это время мы... Ну, я служил, когда я был спасен. В 98-м сразу же так случилось, что я, пока я проходил сам реабилитацию, как мы это называли, я стал сослужить в реабилитационном центре. У нас была одна квартира, вот, и мы тогда были еще в церкви «Христианская жизнь», где пастор Владимир Ашаев, и вот там как раз первая улица на Королево, Королево-1. Вот там я был спасен. И с этого времени я, там, дней 10-15, наверное, вот в таком состоянии был, пока там в себя приходил. Но как-то сразу захотелось служить. Ну, не знаю, мне почему-то тянуло, с первых дней тянуло к тем людям, которые Бога знают. Потому что все равно там было множество разных людей, проходило. Где-то в среднем человек 30 всегда там было, приходили на какие-то уроки, приходили, ночевали, уходили. Кто-то, кого-то брали, кого-то выгоняли. Тогда, наверное, мы не выгоняли вообще. Выгонять, наверное, не было такого даже. Потому что у нас ни правил толком не было ничего. Вот. И я начинал там, потом вот как-то в себя пришел, начал служить. Это вот 98-й год. И потом в сентябре я пошел учиться в библейский колледж. И у нас стала появляться вторая квартира. И вот на одной из квартир меня, где мы как раз с Ритой были вместе, меня сделали там лидером этой квартиры. Я учился в библейском колледже, служил, жил в реабилитационном центре. Потом у нас появилась еще одна квартира, еще одна. И как-то вот начинало зарождаться такое вот служение, масштаб такой. Мы миссионеров давай отправлять у нас. Много чего такого интересного стало происходить. Вот. Эти 4 года мы служили, делали, готовились, учились. Ну да, мама говорила, что ты всегда был фанатиком таким безумным по Богу. Всегда хотелось тебе как-то вот, ну, ближе к служению постоянно. Но вот что, были же понятия определенные во дворе там, да? А в реабцентре таких понятий не было. Там приходилось смиряться. И вот трудно было смиряться, например, помыть туалеты или еще что-нибудь. Ну, приходилось ли тебе это делать? И было трудно смиряться, когда приходилось делать. А в то время у нас как-то все это делали все вместе. Если мы что-то делали, то мы делали все вместе. И не было такого, что кто-то делает, а кто-то не делает. Поэтому, когда ты вот в этой атмосфере находишься, где каждый считает это своим домом, а это был наш дом, мы там жили, но даже, например, по тем же самым понятиям, в доме-то убираться, где ты живешь-то, нет такого, что западло там, да? Где ты спишь, где ты ешь, там, помыть за собой посуду, постирать свои вещи. Но это представление такое, что вот типа никто этого делать не будет. Ну, понятно, что мы сидели по ночам там с людьми, которые вот приходили на реабилитацию. Понятно, что на каком-то этапе они не могли там чего-то делать, и мы делали это. Ну, не знаю, у меня как-то это в голове, ну, не было таких сложностей с этим. Мне как-то было к этому, я просто к этому относился. Я просто, может быть, не был сильно таким хозяйственным человеком. Я вот, вот у нас были ребята там, они приходили, они там отремонтировать что-то могли легко, прибить что-то, кто-то там еды мог приготовить, там, конечно, там шли сразу на кухню, давайте я приготовлю, там. Смотришь, он там час-два там готовит, что-то режет, что-то там варит, парит. Ну, вот в этом смысле я, конечно, ну, неподходящий был полностью для этого человек. Я ничего готовить не умел, я там отремонтировать ничего не мог, то есть, ну, как-то... Ну, что меня просили делать, я старался делать. Вот у меня одна из мечт была, это создать машину времени и посмотреть на вас вот в 98-м году и там до 2002-го, я не знаю, когда вот у вас прям началось уже такой рост большой. Мне вот интересно, гораздо сильнее было влияние Духа в 98-м году и там, ну, влияние Духа Святого в принципе, вот у тебя сильнее или тебя, как можно сказать, накрывала его любовь там, или вот эти все, ну, проявления Духа Святого в твоей жизни, это было гораздо сильнее, чем сейчас, или сейчас, ну, как-то вот у тебя сейчас все с ним гораздо... Не, понятно, что сейчас отношения с ним лучше, ну, то есть у тебя как бы ты с ним уже как такой друг, который, но вот именно как на тебя влияло, что сильнее, то или сейчас? Знаешь, вот то время очень трудно, ну, как бы, знаешь, объяснить себе, какая сила была. Вот ты просто, ты живешь, вот... Это же не каждый переживал-то тоже. Нельзя сказать, что это прям со всеми было, кто был у нас на реабилитации. Были-то люди, которых вообще ничего не торкало, и они просидят неделю-две и говорят, я вообще ничего не понял, там кто-то через день уходил, кто-то через два уходил. Наверное, было почти то же самое. Ну, если вот брать, что... Казалось, что тебе очень классно, но рядом человек сидел, и он вообще как будто с ним ничего не происходит. А тебе... А тебе какие-то переживания с Богом в этот момент. Ну, и сейчас точно так же. То есть, понимаешь, ну, просто, наверное, сейчас более зрело я это воспринимаю, через какой-то опыт уже с ним, а тогда это было все в новинку. Потому что, ну, когда на тебя Дух Святой начинает первое время сходить, какие-то переживания начинаются, ты вообще теряешься, ты не знаешь, что с этим делать. Если сейчас я понимаю это, то тогда я вообще не понимал. И такое было ощущение, что, ну, во-первых, у нас как-то, знаешь, не было стыда, что мы в Бога уверовали. Мы могли ехать, например, в автобусе, там, маршрутные такие автобусы, и они сейчас есть, но тогда они чуть другого формата были, с гитарой, могли легко, там, заиграть песню прямо в автобусе, там, и нам было вообще без разницы, что, кто о нас подумал. Так о нас никто ничего и не думал. Такое какое-то время было, вот, все время, да, для всех нас, что все это воспринималось, ну, вообще так, так, что бы, ну, пусть это делают, ну, пусть это делают. Мы, мы не приставали, мы же не хулиганили, да, но мы пели песни про Бога. У меня было такое ощущение, что вообще все поют про Бога песни, вот такое вот какое-то состояние было. Поэтому оно было очень, оно, наверное, было в новинку, но оно не было, не могу сказать, что оно прям сильнее-присильнее было. Очень трудно это объяснить. Ну, я, я как бы не советую этого пробовать, да, но вот если взять, например, выпить вино, например, одно и то же вино выпить в 98-м году и выпить то же самое вино, одно и то же самое, в 2022-м году, и оно окажет эффект, на организм тот же самый. Поэтому, ну, как бы в этом смысле, я думаю, что Бог был, просто в то время это было, как, как, в новинку, и никто об этом не говорил. Проходит три года, с 98-го года, три года проходит, недавно на своей проповеди ты сказал, что зима вообще проклятое время, а вот так получается, что у тебя двое детей зимой родились. Проходит три года, 98-го, появляется Маша зимой. Как-то это помешало служению? Ну, помешало ли как-то вот идти куда-то дальше? Как-то это вот, просто сейчас, ты вот даже часто говоришь на лидерских, лучше не рожайте пока, потому что вы как лидера еще нужны. Помешало ли это как-то? Не, ну, я так, конечно, не говорю. Ну, это, ну, в шутку, я имею в виду. Но нам вообще не помешало. Вот мы с Ритой вступили в брак в 2000 году. Вот с 98-го прошло два года, но перед этим у меня был еще интересный опыт. Я ездил на миссию в Кемерово на несколько месяцев и учился в библейском колледже, служил в репцентре и много чего всякого происходило. интересного. Так вот, в 2000-м мы, когда мы расписались, то, наверное, и у нас было венчание, вот, наверное, вступление в брак, это был первый экзамен. Потому что, ну, я вот сейчас анализирую, у нас сейчас в церквях там есть много всяких подготовок к браку, у нас есть уже какой-то опыт, мы уже можем как-то разговаривать. как-то в то время, ну, казалось, что ты вступаешь в брак и все будет просто идеально. То есть, вообще у христиан не должно быть никаких проблем. Но я вообще, честно говорю, вот я вот сейчас смотрю, я вообще не был готов к браку. Я не был готов как мужчина, я не был готов как отец, я вообще не знал, что со всем этим делать. То есть, я знал, как служить в репцентре, но я не знал, как жить в одной квартире, как имущество вести, как ухаживать, как... кто-то говорит, ну, это любовь сама научит, но... ну, все равно, знаешь, все равно есть такой принцип примера, когда ты на кого-то смотришь. И... и как-то вот у нас, у нас не было таких примеров. Сейчас мы можем там смотреть, вы можете смотреть там, ну, где-то на нас там, да, смотреть, что у нас хорошо, что у нас не очень хорошо, смотреть на окружение взрослых, да, там... А мы как-то вообще тогда... Ну, у нас вот браки там, вот кто сейчас в команде, год до через год, мы там все сами там, гол как сокол, все там кое-как эти свадьбы справляли, странные костюмы одевали, выглядели все эти у нас... Если так вот сейчас смотреть, это же целая хохма, весело, интересно, но... Ну, вот я сейчас так смотрю с завистью в этом времени, думаю, вот бы нам сейчас свадьбу сыграть, там, лимузинчик снять, прокатиться, там, все это вот, ну, как-то в таком... Поэтому... Ну, а когда Маша родилась уже в 2001, нас вообще она не остановила. Ну, даже вот я вообще не могу... Мы не могли себе представить, что ребенок может стать бременем, проблемой, чтобы мы перестали служить. Она с нами везде была. Она с нами в воскресенье в церковь ходила. Она ездила с нами в лагере, мы жили. Она ездила с нами по всем квартирам. Но не было такого, чтобы там Рита такая, ой, я не могу никуда пойти, у меня Маша. То есть у нас, ну, всегда было так, что, ну, она все с нами, с нами, с нами, и мы даже не могли себе представить, что она может, ну, нас остановить от служения Богу. Сейчас, конечно, люди чуть другие. В 98-м году у тебя были люди, которые были, возможно, твоими наставниками, или просто друзьями, да? И вот твой момент становления пастора, с пастором в 2002-м году, да, ты прям стал уже все пастором. Ну, сложно ли было, чтобы эти люди начали проявлять тебе уважение как пастору? Сложно ли было, как, ну, вообще, ты чувствовала это, что вот на тебе лежит ответственность для того, чтобы сейчас тебе стать именно авторитетом в их глазах, чтобы они не просто к тебе подходили, о, Серега, вот ты нормальный стал такой, хороший, а вот именно прям, чтобы они пастор, пастор Сергей, пастор Сергей, пастор Сергей, там, ну, можно то, можно сего, можно это. Видишь, к 2002-му году мы уже, ну, наше служение, оно имело, по-моему, три или четыре квартиры, и лагерь еще был, в лагере еще жили люди, плюс еще какое-то количество людей уехало на миссию, у нас на собрании, нашем собрании свидетельств, у нас собиралось где-то по 200, по 250 человек, то есть мы не были пасторами, но туда приходили люди, ну, просто, чтобы ты знал, например, в одной из таких собраний, они проходили в среду, могло покаяться только там, человек 50, 30, 40, там, 70, родители, сестры, братья, там, друзья, и, и, конечно, вся эта, вся команда, вот, которая потом с нами стала церковью, мы уже для них были лидеры, мы, может быть, нас не называли пасторы, но мы были лидеры для них, мы были теми, кто, ну, управляет их жизнью, кто подсказывает, кто стоит во главе, поэтому, наверное, вот к 2022 году уже был сформирован, почему я называю эти годы, годы подготовки, потому что, наверное, за эти 4 года Бог как раз сформировал этот свой определенный духовный авторитет, благодаря которому я бы мог, например, уже претендовать на эту позицию. Что стало пиковым решением для того, чтобы начать все-таки служение? Я видел где-то отрезок, ну, видео где-то видел, где тебе пророчествовали о том, что ты откроешь церковь. И вот, что стало прям вот самым таким, все, 2002 год, мы начинаем служение. Ну, поймаешь, вообще, конечно, если взять то, как наша церковь началась, мы же начали, мы же были в церкви христианская жизнь, да, и я очень рад, что Бог сделал в будущем потом свое чудо, Он вернул наши отношения, Он примирил нас с пастором Владимиром, но, конечно, сам момент тогда, открытия нашей церкви, он был, ну, очень болезненным, потому что из-за ряда причин, из-за ряда, я не хочу чрезмерно во все это погружаться, просто на эту ситуацию с разных сторон люди смотрят, у каждого своя, может быть, точка зрения, и я бы не хотел чью-то точку зрения обидеть, и там, помешать кому-то как-то увидеть это так, как они видят. Ну, конечно, у нас тогда произошло такое разделение, и это разделение, оно, оно, наверное, накапливающий эффект какой-то носило, вот, и пришел такой день, когда нас просто, нас с Ритой сняли со служения, и это было очень таким, ну, как, наверное, в той эмоции, в которой мы тогда находились, с одной стороны, это было таким моментом счастья, и для нас это был сигнал, что мы теперь имеем, типа, право начать церковь, но, наверное, все-таки для всего того, что происходило в целом, если объективно посмотреть, наверное, это не очень-то был и счастливый момент, потому что, конечно, мы хоть и старались как-то сделать это красиво, как мы себе рассказывали, что мы там никого забирать не будем, и все такое, но, как бы мы не хотели себя выгородить, но все равно у этого много было боли, много было каких-то таких неприятных разговоров, эмоций, и мы потом на этой волне еще какое-то время, ну, жили вот в этом, в болезненном ощущении, что нас не приняли, что нас не поняли, там, и я знаю, что и пастор Владимир проходил через свои такие, какие-то болевые вещи, которые, потом у нас даже целое интервью было, где мы сидели на сцене, и мы общались, и мы делились там своими мыслями об этом, ну, я говорю уже, хорошо, что все хорошо заканчивается, да, но вот именно, когда нас сняли со служения, так случилось, что это в какой-то мере стало такой отправной точкой, что теперь у нас есть, ну, типа, вот, право, мы так посчитали, что у нас теперь есть право начать служение, начать церковь, и потом, ну, хочу выразить такую благодарность Михаилу Дарбинян, понимаешь, он так и случилось, это мы как знак восприняли, он летел, пролетал через Красноярск, раньше много самолетов летело через Красноярск, и когда он летел через Красноярск к себе в Логовещенск, рейс задержали или перенесли, и получилось, что он сутки целый остался в Красноярске, а меня даже еще не было в Красноярске, я ехал поездом, то есть мы были где-то с ним в одной точке, потом он летел на самолете, а я поездом ехал, и поэтому я приехал, когда он уже задержался, и мне говорят все, что, слушай, вот он здесь задержался, и, короче, будет служение, и так получилось, что это стало, это было 27 марта, и это первое наше, вот, скажем, уже как церкви, служение, да, и это стало днем нашего рождения, нашей церкви, 2022, ой, 2002 года. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!